В России началась беспрецедентная операция по обнулению сроков Путина. Фейковое голосование за поправки продлится до 1 июля. У сторонников президентства Путина до 1936 года есть на это веские доводы. Алло. Алло, здравствуйте, Людмила Васильевна? Да. Скажите, пожалуйста, а почему вы выступаете за обнуление сроков Путина? Будьте добры, вот ты такая. Меня зовут Ольга, я корреспондент Навальный Лайф. Скажите, почему вы за обнуление сроков Путина? Кто? Я выступаю за Конституцию. А Путина я люблю, понятно? И буду себя поддерживать, в отличие от вашего Горюнова, Навального вместе с вами. Несколько месяцев россиян убеждали в необходимости голосования. Вы что, хотите стране хуже? Вы хотите, чтобы стандарты, которые повысят качество жизни, были не приняты? Это против народа идти. Если бы президент Российской Федерации просто хотел остаться у власти, поверьте, способов законных это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь. Я за обнуление сроков, я за президента Путина, за нашего лидера, за патриота, за гражданина нашей страны. Но никакие призывы не убеждают в легитимности данной процедуры. Бинго! Я два раза сегодня проголосовал. А если еще на дом, но мне ящик принесут, значит будет три. Это стало ясно еще задолго до начала голосования. Весь с ныне действующей Конституцией, которая проходила, она уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она абсолютно легитимна уже. Вот что про него говорили и писали лидеры мнений. Голосование за поправки в Конституцию – это позор. Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. И рассчитывать на то, что на голосование об обнулении сроков Путина, а это, я повторюсь, главная поправка, где власти исключили любую возможность хоть какого-то наблюдения, уж тем более проверки честности проведения голосования и отсутствия подтасовки, особенно учитывая инновационное голосование онлайн, это просто смехота ебаная. Я не собираюсь в этом ролике вам говорить, идти вам на выбор, или не идти, вы делаете, что вы хотите. Но я в этом концерте участвовать не буду. Почему? Ну, во-первых, потому что я уверен, что меня нахуй будут. Настоящие политики тоже предупреждали, что предстоящее голосование незаконно. Моя личная позиция, я туда не пойду, но я не могу. Когда мне говорят, что Алексей, ты знаешь, мы там включили 209 поправок, я должен ответить да или нет. Я не пойду туда, я говорю, вы что, дебилы, что ли? Ну нет, это невозможно, это противоречит закону, противоречит здравому смыслу. Я не пойду и не буду голосовать ни да и нет, потому что это невозможно, ваша процедура незаконна и ваша конституция уже принята. То, что наши власти устроились с голосованием по поправкам в Конституцию, я считаю просто позором. Ну что это такое? Ну какое голосование в течение 7 дней? Если уж вы считаете, что Путин национальный лидер, и ему надо править более 20 лет, то объявили бы референдум. Как я вижу, в России произошел антиконституционный переворот с целью узурпации власти. И вот теперь нам предлагают пойти на участки и через процедуру голосования легитимизировать этот антиконституционный переворот. При этом у нас нет никаких юридических механизмов повлиять на эту ситуацию, проконтролировать и так далее. Но здесь есть еще один аспект. По сути, произошло преступление, и нас зовут стать его соучастниками. Если ты понимаешь, что произошло в беззаконе, зачем тебе в этом участвовать? Мое мнение, в первую очередь надо себя уважать и не играть с мошенниками и их крапленными картами. Давайте называть вещи своими именами. Конституцию уже изменили, и теперь Путину просто нужно сделать вид, что все это происходит якобы от воли народа. Партия «Яблоко» заявила о неприемлемости голосований по путинским поправкам в Конституцию. Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Политологи также подвергли критике фейковое голосование. Принимает монархическую Конституцию, но не может об этом напрямую сказать. И это, конечно, создает большое напряжение, которое и вынуждает применять все возможные технологии для того, чтобы обеспечить те цифры, которые ему нужны. А цифры ему нужны сейчас позарез. Мы видим, что он сильно торопится, потому что понимает, что дальше он эти цифры может уже просто даже не получить. История с недельным голосованием, которое для демократических стран является нонсенсом, потому что если мы будем искать ближайшие географические аналоги, то мы увидим, что это Индия и Афганистан. Собственно говоря, странно для страны, которая претендует на статус одного из лидеров в тех или иных позициях в современном мире, которая входит в G20, ориентироваться на Афганистан. Вроде бы не самая, мягко говоря, развитая и вызывающая энтузиазм как образец для подражения политической системы. Судя по всему, чиновники сами не очень верят в работоспособность этого метода, потому что используется беспрецедентное абсолютно давление на бюджетников. Огромные просто массы людей их заставляют, вынуждают идти на это голосование, отчитываться о том, как они именно проголосовали. Я думаю, что нам будет масштаб проблемы понятен окончательно после 1 июля. Я думаю, что масштаб вот этого административного ресурса, причем в самом его примитивном виде, он, наверное, будет беспрецедентным вообще просто за всю историю российских выборов. Субтитры создавал DimaTorzok